Продолжим нашу миссию по истреблению врага. Ну, вернее, конечно же, по самообогащению и истреблению врага. Не только же наша цель всех истребить тут на этой карте. Хотя, действительно, такова наша цель. Тут уж никуда не денешься. В такой милой и няшной игре, как герой, тем не менее, мы обязаны всех уничтожить. Вот, есть у нас такая героиня, которую мы нанимаем. Она как раз читерская, с дипломатией. И вот эту вот ее дипломатию мы используем. Нет, мы, конечно же, ее не используем. Она, на крайний случай, будет у нас для охраны замка. Вот и все. Мы же условились, что не будем использовать дипломатию. Так как она может сильно упростить нашу игру. Исходя из этого, и будем следовать ранее заготовленному сценарию. Который нам, несомненно, поможет правильно отнестись ко всему этому делу. Мы продолжаем продвигаться. Пропустили бой с медузами. Не можем пропускать, потому что нужно побеседовать с ними поближе. Займем их однозначно для того, чтобы они не могли стрелять. Потому что выстрелы у них больше, чем удар. Ну, а тут, собственно говоря, вроде бы мы разбираемся. Да, все. Медузы готовы. Сера наше, золото наше. Я и совсем не против. И даже без заклинания мы обошлись. С вивернами тоже предстоит разобраться. И, конечно же, цель, не забываем, наша, это архангелы. Копейщиков нанимаем. Они нам пригодятся. Здесь, видите, у нас получается третья. Третьи уже бараки копейщиков. К сожалению, жаль, что не алиабордийщиков. Эти бы нам пригодились больше. Но придется апгрейдживать их. Ничего. Все равно дополнительное войско по нашему профилю не помешает. Ай-яй-яй, здесь у героя совсем нет уже никакой совести. Маны нет вообще, поэтому стрелять он не может. К сожалению, лучниками, наверное, придется пожертвовать. Удар. Нет, не убили с первого раза. Да, еще слабоват наш герой. О, а рыцари неплохо так бьют. Все. Что-то мы тут, конечно же, добились. Но еще очень-очень долго второго героя нам качать. Прокачаем одновременно и других, те, которые у нас здесь бродят по ходу дела. Потому что, наверняка, если к нам какой-то враг заглянет, придет, то придется именно этими героями его отвлекать. Первое, для того, чтобы наш герой пришел. И второе. Портал доблести до сих пор мы не можем себе позволить. Это плохо. Придется копить и копить на него. Но по 4 тысячи в день то, что добавляется... Ой-ой-ой, это я что-то как-то не сильно рассчитал. Нет, мы не отступаем. Мы будем бороться. У нас есть 60 очков опыта. И поэтому, наверное, сначала наложим меткость. Пускай наши войска стреляют. Это единственная возможность. Да, виверны обладают недюжим таким здоровьем. Дюжим, вернее, здоровьем, которое нам помешает с ними разобраться быстро. Но есть у нас алибордийщики. Единственное плохо, что если мы сейчас позволим им ходить, будет... Ух ты, убил. Видите, грифоны убили. Королевские грифоны взяли и убили. Так. А ну давайте. Тут посильнее есть. Хороший расчет. Ай, жаль, лучников. 4 лучника убили. А ну здесь как у нас получится? Ай-яй-яй, какой маленький удар. Ну что ж, не такие уж и великие потери. Зато мы получили неплохо опыта. Это 12 уровень, болезнь у нас 12 уровня. И до гномов добрались. Гномов вроде бы не так уж и мало. Могло бы быть и больше. От этого, соответственно, зависит то количество ресурсов, которое мы получим у них. Но все-таки не будем смотреть зубы дареному коню. И попытаемся взять то, что нам необходимо. Короче, надоело мне здесь с ними играться. Очков. Заклинаний у нас достаточно. Ну и вот такая скромная себе сумма 5000. Фактически мы уже подбираемся к тому, чтобы портал славы создать себе. Но еще необходимо 2000 где-то найти. Сейчас найдем. Героев у нас полно. Надо немножечко их пораспихивать по разным местам. Потому что они начинают быть навязчивыми. Ай-яй, рыцари не апгрейшены. Но тут добавим. Так уже войско более солидное выходит. Если посмотреть. И давайте Аделаиде что-то спихнем. Какие-то, не знаю, ненужные вещи. Этого мы не будем пользоваться. Заклинания тоже пускай забирает. Они нам в большинстве своем не нужны. Какие-то мелкие. Несолидные. Что там еще? Небесная Олка. Лечение. Проклятие. Ускорение. Да. Действительно ненужное. Вот здесь мы неплохо уже разжились. И... И да. И не хватает по-прежнему. По-прежнему не хватает ресурсов. К сожалению. Переставим нашего мюльча. Ну давайте купим войско, чтобы не простаивать. Я даже не знаю. Лучше бы было нам подождать ангелов. Но, к сожалению, скупив вот эти все войска, мы себя избавили от такой возможности подождать ангелов. Потому что нужно качать этого героя. Пока мы будем ждать ангелов. Потом накопим сумму для их апгрейда и покупки. И это будет слишком долго. Поэтому пускай пока что работа кипит. Полным ходом идет. Нам нужен очень сильный и зрелый герой. Потому что я так предчувствую, что скоро будут веселые столкновения с противником. Вот как раз то, о чем я говорил. Ого, у них уже и птицы есть. То есть мои опасения о том, что противник не развился, они как бы понемножечку развеиваются. Развился, правда, до какой степени. Это не сильно хорошая стадия развития. Я бы сказал, что это медленно. Они развиваются. Хорошо развитый противник. Это как раз то состояние, когда у него будет этих птиц феникс дофигища на данный момент. Потому что и мы уже подходим к ангелам. В принципе, есть возможность оказывать ангелов. Скоро и архангелов. Хорошо, хоть здесь существа, они вполне удобо убиваемые, так сказать. То есть качаться на них мы можем, но и с другой стороны не сильно терять наших героев и ресурсы. Аделаида пускай здесь подшерудить немножечко. С ртутью. Ай, опять я забыл, что здесь у Сэра Мюллича нету совсем очков. Так, вот это хорошо. Мудрость, учить заклинания. Нет, нам надо ворожба. Ворожба увеличивает нас силу магии. Поэтому ворожба будет лучше, чем мудрость. Потому что заклинания мы можем и так выручить. Ой-ой-ой, все-таки он добрался до нашей Аделаиды. Дружище. Ну, скажем так, войск у тебя не сильно много. Поэтому следующим героям это заклинание ни на кого не подействует. Слепота не действует на ребят из этого замка. Ну что ж, будем бить самых... Отступим, не будем давать ему опыта. Нам это явно не с руки. Зачем предоставлять противнику опыт. А вот это есть возможность убить его. Но давайте все по порядку. Мы доберемся. Никуда он от нас не денется, этот герой. Нам нужны ресурсы. Нам нужно быстрее ангелов получить в свое распоряжение. Архангелов даже. Потому что ангелы... О, видите, как удача у нас прет. Ну, конечно, такие ресурсы себе вполне скромные. Но, тем не менее, хоть что-то есть. Заблокировали мы вражеского героя. И сейчас постараемся его разгромить. У нас это, конечно же, получится. Так как войска наши лучше. Главное, чтобы не пришел какой-то еще герой. Потому что вот этот вот герой, который остался... В том замке вражеском, получается, он может быть просто-напросто транспортным героем. Как у нас. Некоторая Аделаида была транспортным героем, которая принесла дополнение войска. Ну, а, сэр Мюллич, как получил еще одно. Очко опыта, это хорошо. В смысле, еще один навык улучшил. Много рух. Может, с ними заведемся. Посмотрим, как у нас получится разобраться. О, йо-йо-йо. А где? А где этот герой? Не понял. А как он перепрыгнул нас? Или обошел? Или все-таки была возможность обойти? Интересно. Ну, посмотрим. Сейчас мы в любом случае к нему доберемся. Он, конечно, успеет скупиться, поэтому это немножечко расстроит наши шансы. Но все же, все же, мне кажется, у нас все получится с ним. Возникнет химия любви. И мы его задавим. Птицы рух. Что же с вами делать с этими птицами рук? У нас даже очки появились. Хотя птицы рух не так уж и мало. У нас есть монашки. Ай-яй-яй-яй. Как-то они бьются мало. У нас же герой не опыт. Я забыл. Он еще слабенький. Хотя мы его качаем, но он слабенький. Ну что ж, потери, я думаю, будут стоить того опыта. И очков опыта нет. Хе-хе-хе. Да. Ну давайте будем так разбираться. А ну-а-ну, хорошо, нам удача прет. У нас сэр Мюлич очень хороший герой, который... Да, одного рыцаря потеряли, это вполне терпимо. Вот их и бейте. Да, они нам не важны. Все, птиц рух нету. И, собственно говоря, довольно-таки неплохо мы справились со всем этим делом. Во, у нас есть возможность менять артефакты... Вернее, ресурсы на артефакты. Ну, артефакты все какие-то такие слабенькие. Не знаю, может быть меч разве что выменять. Он бы нам пригодился. А больше я особо ничего такого и не вижу важного. На дерево меч. Ну давайте, давайте, может, на дерево меч выменяем. Да. Меча нам вполне хватит, остальные артефакты мы еще найдем. Если не найдем, то еще успеем прийти всегда сюда. Потому что у нас есть более важные вещи, на которые мы можем потратить наши драгоценные камни и все возможные ресурсы. Артефакты это хорошо. У нас уже навык защиты... Ай-яй-яй, с магией у нас плоховато дело. В следующий раз надо будет брать что-то из магии, из магических. Либо количество очков увеличивать, либо силу магии увеличивать. Когда у нас пойдет следующий этап опыта. Ну давайте попробуем. Ах, они сразу наших стреляющих юнитов практически уничтожили. Жалко, жалко, конечно же. Ну что ж, я не знаю, либо ускорение, либо меткость. Но меткость наших лучников уже нейтрализовали, поэтому ускорение. Давайте разберемся с этой проблемой побыстрее. Эээ, да, еще и какая-то сила у них есть. Я думал эти птицы рук полягут. Ой, вернее, птицы феникс сразу же полягут. К сожалению, нет. В кого бы так выстрелить? Какой бы юнит нейтрализовать? Чтобы меньше ходов, возможности походить было. Да, лучники плоховато. Бьют на таком расстоянии. Плюс та проблема, что их очень сильно покосили, сократили. Но вы давайте выходите к нам. У нас юниты пешие неплохо справятся с вашей угрозой. Самое главное, что не убежит. Что этот дружище не убежит никуда. Что мы его уничтожим и захватим в любом случае замок. Никуда он от нас не денется. А ну? Ой, слабовато. Ой, слабовато. Ну с этим хорошо пошло дело. Ну подходите, подходите. Чего вы там? Не стесняйтесь. Хе-хе. Ну да, замедление, конечно же. Оно вам поможет. Правда, стреляющие вот эти вот юниты на башнях, они сокращают количество наших рядов. Поэтому мы заинтересованы в первую очередь в нападении. Чтобы быстрее все это прекратить. Раз, два, три. Вот этого элементаля нам важно земляного подавить. Он может ударить очень нехило. Ай-яй-яй-яй. Еще есть у тебя определенные какие-то подвижки. Но хорошо, что наш королевский грифон дает сдачи в любом случае. Видите, все три раза он не применил подарить противнику то, что он сам пытался принести. Потери все-таки будут у нас. Но это, наверное, стоит того. Замок новый получим. А ну давайте еще вот этого. Да, и вот этого земляного элементаля. И остались тут, в принципе, рожки да ножки. Все. Ой-ой-ой-ой, сколько мы лучников потеряли. Плохо, конечно же. Ну, хоть еще один уровень получили. И замок новый. Теперь получим от него все возможные бонусы. Это что-то там... В каждом замке должен быть какой-то интересный бонус. Но в этом пока что не построено. Поэтому мы не будем спешить. У нас в первую очередь получить архангелов. Задача. И, кстати, у нас потихоньку это получается. Как вы видите, почти 20 тысяч. Еще чуть-чуть. И мы в свое распоряжение получим уже наконец-то... Существ последнего уровня. Ну что, Орион, побеги. Куда-то апгрейдься немножечко. Может, ты пригодишься, когда ты на славных полях битв. Пока что от тебя толку никакого и пользы никакой. А сэр Мюлич... Сэр Мюлич продолжает свое победоносное шествие. Здесь он везде апгрейдился. Получил необходимые навыки. Улучшил свои уровни. Ну что ж, пора ему получить свое распоряжение архангелов. И идти отсюда куда подальше. Потому что, как вы видите, всех существ на своей территории мы уже обработали. О, птицы. Жар птицы. У нас... Блин, ну... Нет, архангелы предпочтительнее. Плюс еще необходимо артути докупать. К сожалению, позволить себе мы пока этого не можем. Поэтому продолжим наше путешествие в другом направлении. О, как раз источник. Пополним мы. Здесь еще очки опыта. И апгрейды, апгрейды, апгрейды. Во, сэр Мюлич пойдет по этому направлению. Тут еще есть с кем бороться. И кого истреблять. Как раз. Потому что в том направлении, которое ведет у нас подземелье возле замка. Вы знаете, что идти, идти. Очень долго идти. Наконец-то портал доблести. И архангела. Аж пять архангелов уже накопилось. Но на них у нас денег нету. К сожалению. Поэтому придется пока что ждать, ждать и ждать. Ну, наймем то, что есть. По сути, почему бы и нет. Кто-то там где-то ходит в пределах нашей видимости. Так, с этими мантикорами я не знаю. Даже, наверное... Наверное, я не буду спешить с ними общаться. Потому что они так уже не слабы. Есть же пределы определенные по силе моего. Героя. Оставим мантикор на потом. Для архангелов оставим их. О, и одного только архангела мы смогли нанять. Весело, весело. Это мы долго будем дожидаться. Но нам необходимо это без них. А может идти без них? Может быть, нам их потом принесут? Честно говоря, не знаю. С одной стороны нам необходимо уже начинать, а с другой давайте подождем все же. Два замка нам приносят по 6000. Хотя бы два архангела наймем. Да, хотим сразиться со стражей. Грифонов 20 штук. Но нам необходимы заклинания. Первым ходом должны ходить все мы. И причем дойти до своего противника, чтобы он потом не походил. О, хорошо у нас чемпионы работают. Видите? Ох, к сожалению, с лучниками беда. Самое натуральное случилось. Тем не менее, они грифонов обрабатывают только так. Ну все. Фактически мы не дали противнику вообще походить. И вышло так, что без потерь. Нет, есть одна потеря. Это грифон. Ой-ой-ой, какие плохие навыки. Ай-яй-яй. Я так не хотел их. Ну да ладно. Что же сделать? Будем следопытом тоже. Ну, тогда вся надежда на сэра Мюрича, что у него будут все идеальные навыки. Хотя так фактически не бывает. Ну, будем надеяться, что у нас здесь везуха получится. Все, сэр Мюрич идет в путешествие. Хватит отсиживаться. Заберем еще этих халибарчиков. И пойдем работать. Работать, сражаться со стражами. Хоть что-то полезное сделаем. Ну что ж, ледяная стрела. Да, сила у нас удара ледяной стрелы вообще колоссальная просто. Вот, это с чемпионами работать приятно очень. Через все поле еще ходят. Вообще, замечательный юнит. Нет нижнего, нижнего объема грифона есть. Интересно, у нас есть какие-то потери? Наверное, все-таки один рыцарь будет. Ну, алибарчиков я не считаю за потери. Мы их вполне можем допустить. А, с лучниками, наверное, будет еще один лучник. Нет, два лучника алибарчик. Нету грифонов потери. Замечательно. Магия воздуха. Супер. Все хорошо. Как раз мы пропустили те навыки, которые нам не пригодятся никак уж. Хотя лечение мы же уже приобрели, насколько я помню, к сожалению. Будем ждать, когда апгрейдим архангелов. У нас получится уже 4 архангела. И это будет круто. Во, вот это то, что я хотел. Здесь мы можем улучшить наши навыки. Причем очень хорошо улучшить. Но сначала сохраним игру. Нужно это делать частенько, как я уже рассказывал, по многим причинам. Из-за того, что у меня вылетают герои периодически. При записи Камстазии. Я же говорил о том, что записываем на Камстазии. Эх, мы тут на такой рынок попали, конечно же, где без потерь нам не избежать. Но хотя бы занять эти стреляющие юниты. Хотя они бьют и стреляют практически сильно. Ой-ой-ой, самое главное, что лучников они погромсали. Нет, лучников надо куда-то... Да давайте... Нет, уходим лучниками, потому что это будет ответный удар. Нам не понравится. Да, с этим я могу еще смириться. Ха-ха-ха, да, бьют хорошо. Еще и монашка потеряли. Что ж, занять нам вот этого чувачка надо. Циклопика. Ну и, собственно говоря, на этом ходу мы с ними разберемся. Несмотря на всю нашу силу, они неплохо сопротивляются. Потому что у циклопа, первое, много жизни, а во-вторых, они стреляют неплохо. А здесь по местности по такой наш чемпион дойти не может добежать. Все. Ну, потери мелкие, но все же чувствительные. Хотя приз очень-очень достоин. С ящерами надо разбираться, ускорение, сразу же их занимаем. Надеюсь, они ангелов наших не покрошат. Ай, не можем дойти чемпионам, жалко-жалко. Ну, я думаю, что мы разберемся. Нет, не разобрались, вы гляньте, у ящеров просто жизни много. Стреляют они не очень хорошо, но жизни у них неплохо. Как подлечили нашего ангела. Все, вот это самое важное. За тысячу золотых монет мы получаем обучение различным навыкам. Тут особо нечего нам ловить, хотя есть опыт, который тоже ценен и который нам пригодится.